Здравствуйте! Я расскажу вам о некоторых событиях из Орловского спортивного и околоспортивного мира. Итак... Начнем со статистики за прошлый год, выведенной орловскими чиновниками и активистами от спорта и физкультуры. Несмотря на антикоронавирусные ограничения, в 2020-м в области было проведено более 100 официальных спортивных мероприятий. В числе самых значимых – всероссийские и международные соревнования по стрельбе из лука, первенство ЦФО России по боксу, чемпионат России по планерному спорту, всероссийские соревнования по карате и серия всероссийских соревнований по бадминтону. Лучшим спортсменом в неолимпийском виде спорта среди мужчин был признан Владислав Туйнов. И наоборот, именно в олимпийском виде спорта такими стали Никита Колганов среди юниоров и Осиман Мамедов. Лучший в адаптивных видах спорта – Юрий Ноздрунов. Лучшим тренером была признана Евгения Зайцева, которая готовит бобс-листов из команды страны. И это отнюдь не все и не все. За подробностями отсылаем вас в «Проспорт 57». Это официальный информационный портал управления физической культуры и спорта Орловской области. В Нарышкино еще в дни новогодних каникул состоялся межрайонный турнир по хоккею в Валенках. Инициатива его проведения принадлежит зампреду облсовета Сергею Потемкину, который объяснил ее просто. Раньше жили скромно, и не каждый мог позволить коньки. Они были даже роскошью. Но хоккей ребята любили и играли вот так. Теперь хоккей любят уже зрелые мужчины, решившие вспомнить бесконьковое детство. Впрочем, зритель мог заметить, что у кого-то не то что коньков, нет и самих валенок. И кто-то играл даже в кроссовках. И да, это уже пятые по счету такие игры в Нарышкино. Участники – представители Сосковского, Шаблыкинского и Улицкого районов. А теперь объявление для тех, кто еще не знает, что «Орел» стал разгуляем для любителей мини-футбола. И у них идут соревнования одни за другим. Орловских мини-футбольных коллективов по три десятка. Они представлены как просто товарищескими сборными, так и командами из вузов или коммерческих предприятий. И играют они, например, в Лиге Империи Спорта, в Высшей Лиге ОФЛ или в Первой Лиге ОФЛ. ОФЛ – это Орловская футбольная лига. Все кажется немножко сумбурным, на слух. Но это разделение помогает футболистам организованно проводить в выходные дни свои однодневные турниры. Хотите присоединиться? Вам сюда. А у меня на этом все. Будьте сильны и здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова